Как вы считаете, есть ли жизнь за пределами Земли? Ученые долгое время пытаются найти ответ на этот вопрос, но никакие дальние экспедиции аппаратов и спутников не приносят плодов. Однако они все так однозначно. Совсем недавно они обнаружили новую планету, которая лучше Земли, а также много других подходящих планет для жизни. С вами канал ФакТопс, и в этом выпуске вы увидите планеты, на которых должна быть жизнь, а также самые необычные космические феномены и теории. Погнали! WD-1054-226 Так называется звезда, вокруг которой совсем недавно ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь, поскольку она находится в так называемой зоне обитаемости. То есть условия на ней могут обеспечивать существование воды в жидком виде. Теперь давайте по порядку. Начнем с того, что экзопланетой называется планета, находящаяся вне Солнечной системы. Приставка Экза как раз и отвечает за вне или снаружи. Согласно исследованию ученых, планета найдена около белого карлика, то есть затухшей звезды. Если их выводы подтвердятся, это станет первым в истории случаем обнаружения небесного тела с пригодными для жизни условиями, которая находится на орбите звезды такого типа. По словам исследователей, они впервые увидели нечто подобное. Обычно после смерти звезды очень большого размера превращаются в черные дыры, но более мелкие, такие как наши солнце, становятся белыми карликами, то есть звездами, которые использовали свое ядерное топливо и потеряли внешние слои. Обычно они не превышают планеты по размеру. И после формирования имеют бело-голубое свечение. Планета в зоне обитаемости, о которой говорят ученые, расположена на расстоянии 117 световых лет от Земли, предполагается, что она находится в 60 раз ближе к своей звезде по сравнению с дистанцией от Земли до Солнца. Но не спешите радоваться. У астронов пока нет прямых доказательств существования этого небесного тела, пока они вынуждены полагаться на сведения о передвижении 65 других объектов с размером с Луну, которая находится в зоне обитаемости. Эти объекты остаются на равном расстоянии друг от друга. Это говорит о том, что их удерживает гравитация некой ближней планеты. Ученые заявили, что движение было настолько точным, что такое невозможно и придумать. Тигарден Би В июне 2019 года появилась новость. В обитаемой зоне звезды Тигардена была обнаружена землеподобная экзопланета, которая получила название Тигарден Би. Об этом открытии сообщили астрономы из Института астрофизики при Готингенском университете в Германии. Открытие было сделано возле звезды Тигардена, тусклого красного карлика в созвездии Овна. Масса данной звезды составляет всего лишь 9% от массы Солнца. Звезда Тигардена имеет возраст около 12,6 миллиарда лет. К слову, возраст Солнца составляет 4,6 миллиарда лет. Оказалось, что вокруг звезды Тигардена вращаются целых две экзопланеты. Тигарден Би и Тигарден Си. При этом обе они расположены в так называемой зоне обитаемости. По мнению ученых, если учесть скалистые и частично железные или водные сосав экзопланет, они должны иметь радиусы, подобные земному. На Тигарден Си температура поверхностей составляет минус 47 градусов по Цельсию, а вот на Тигарден Би средняя температура составляет 28 градусов по Цельсию. Если астрономы правы, то Тигарден Би в какой-то степени даже лучше Земли. Это особенно сделает ее одним из самых вероятных кандидатов на наличие жизни. Ученые присвоили этой экзопланете 95% по индексу подобия Земли. Это невероятно много. Кстати, она находится в 12,5 световых годах от Солнечной системы. По меркам космоса это совсем немного. Ближайших Землей экзопланетой является Проксима Центавра Би. Но пригодна ли она для жизни? Формальная планета Проксима Центавра Би является двойником Земли. То есть по размерам, массе и температурному режиму примерно соответствуют Земле. И потенциально может быть пригодна для жизни, не допуская отсуществования жидкой воды. А примерно вот так выглядит ландшафт Проксима Центавра Би. Несмотря на все данные, в марте 2017 года астрономы зарегистрировали мощную вспышку на родительской звезде. Ее яркость увеличилась на протяжении 10 секунд в тысячу раз. Этой вспышке предшествовала более слабая вспышка на Проксима Центавра, длившаяся менее двух минут. Проксима Центавра Би должна была получить огромную дозу радиации. Поэтому если на планете существовала хоть какая-то жизнь, это было для нее катастрофическим событием. Такие вспышки могут лишить планету атмосферы или океана и сделать ее поверхность абсолютно безжизненной далеко и надолго. Марс. Да, и он будет в этом выпуске. Дело в том, что меньше месяца назад марсоход Персервиренс нашел на поверхности Марса молекулы органики. По словам исследователей, они являются захватывающей подсказкой для астробиологов, поскольку их часто считают строительными блоками для жизни. Это еще не обнаружение биологической жизни на Марсе, как мы ее знаем по Земле. Приличный шанс рано или поздно открыть инопланетную биологию. Так или иначе, это открытие не может быть однозначным подтверждением существования жизни на Марсе. Органические молекулы в виде соединения углерода и водорода, например, могут возникать в ходе естественных реакций и веществ из неорганической химии. Более точно ответить на этот вопрос, происхождение обнаруженной органики ученые смогут только после того, как изучат образцы с помощью целого комплекса инструментов, что возможно только на Земле. Однако произойдет это не раньше середины 30-х годов, когда миссия по доставке образцов марсианских пород вернет их на Землю. Танцующие призраки Ученых из университета Западного Сиднея и Национального научного агентства обнаружили странное явление на расстоянии миллиарда световых лет от Земли. Ранее наука с таким не сталкивалась. Визуально эти гигантские облака электронов напоминают двух призраков, которые как будто находятся в танце. Соответственно, на структуру так и называются – танцующие призраки. Природа этих странных объектов стала для ученых настоящей загадкой. В ходе исследования выяснилось, что эти призраки на самом деле являются облаками электронов, которые извергались из двух сверхмассивных черных дыр. Ученые рассчитывают, что такое открытие позволит им узнать больше о поведении черных дыр и процессах, которые происходят в пространстве между двумя галактиками. Эльгорда Эльгорда – это крупнейшее удаленное скопление галактик, наблюдаемое на таком расстоянии или за его пределами по состоянию на 2011 год. По состоянию на 2014 оно было рекордсменом, появлялось крупнейшим обнуженным далеким скоплением галактик с массой чуть менее 3 квадриллионов солнечных масс. Хотя позже его масса была уменьшена примерно до 2,1 квадриллиона солнечных масс. Это скопление галактик, официально названное ACTCL J01024915, получило от исследователей прозвище Эльгорда, что на испанском означает «толстый» или «большой». Он расположен более чем в 7 миллиардах световых лет от Земли. Анализ показал, что Эльгорда состоит из двух отдельных субскоплений галактик, сталкивающихся со скоростью несколько миллионов километров в час. Эти наблюдения позволяют предположить, что Эльгорда, скорее всего, сформировалась таким же образом, как и скопление пуля, которая расположена в 4 миллиардах световых лет от Земли. Кстати о нем. Перед вами рентгеновский снимок обсерватории Чандра. Время экспозиции 140 часов, а масштаб показан в мегапарсеках. Основные компонентные пары скоплений – звезды. Газ и предполагаемая темная материя ведут себя во время ослабления по-разному, что позволяет изучать их по отдельности. Звезды галактик, наблюдаемые в видимом свете, не сильно пострадали от столкновения, и большинство из них прошло насквозь, гравитационно замедлившись, но не изменившись каким-либо иным образом. Горячий газ двух сталкивающихся компонентов, видимый в рентгеновских лучах, представляет собой большую часть барионного или обычного вещества в пае скоплений. Газы внутри кластерной среды взаимодействуют электромагнитным образом, заставляя газы обоих скоплений замедляться гораздо сильнее, чем звезды. Помимо всего этого, скопление пуля – это одно из самых горячих известных скоплений галактик. HD1 HD1 – это галактика в созвездии Сиксанта, которая является самой удаленной от Земли и наиболее ранней с момента Большого взрыва. Из известных науки по состоянию на 2023 год, она была обнаружена астрономами Японии, Великобритании, Нидерландов и США. При обработке и наблюдении космического телескопа «Спицер» и наземных телескопов «Субару» «Виста Юка Инфренд Телескоп», продолжавшихся около 1200 часов, об открытии было объявлено 16 декабря 2021 года. По данным спектроскопии, ее красное смещение составляет 13,27, что соответствует собутствующему расстоянию в 13,5 миллиардов световых лет и собственному расстоянию в 33,04 миллиарда световых лет от Земли. Предполагается, что галактика HD1 появилась через 330 миллионов лет после Большого взрыва. Также была обнаружена галактика HD2, которая находится почти так же далеко, как и HD1. Ранее с 2016 по 2022 год самая удаленная из известных галактик была GNZ11 с красным смещением 11,09. Согласно первооткрывателям, если данные спектроскопии будут подтверждены, оба источника HD1 и HD2 станут ценным источником знания о Вселенной. На ранее недоступных параметрах красных смещений, Исследователи ожидают более подробного изучения галактики после начала работы космических телескопов Джеймс Уэбб, Нэнси Грейс Роман и Джерикс Плюс. Исследователи предполагают, что в галактике HD1 могут быть обнаружены первые видимые звезды населения третьего поколения, то есть первое поколение звезд после Большого взрыва. Ну а в комментариях расскажите, верите ли вы в жизнь за пределами Земли. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.